Но сегодняшнее обращение мое особое. Назарбаев заявил о сложении полномочий президента Казахстана. С соответствующим заявлением Назарбаев выступил во вторник по казахстанскому государственному телевизионному каналу. Я встречаюсь к вам, как это делал всегда, в самые важные моменты истории нашего государства, которые мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение мое особое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. При этом Назарбаев подчеркнул, что это непростое решение. В свою очередь он подчеркнул, что останется в структуре власти в качестве председателя Совета Безопасности страны. Остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии Нарутан, членом Конституционного Совета. Уважаемые казахстанцы, сегодня будет подписан закон о внесении изменений в дополнение в Конституцию. По мнению экспертов, отставка Назарбаева готовилась заранее, а именно начиная с 2017 года, путем поэтапного внесения изменений в закон о Совете Безопасности, расширяя полномочия председателя Совета Безопасности. Последние изменения вступили в законную силу после подписания внесенных поправок Назарбаевым в июле 2018. Согласно принятому изменению, в закон о Совете Безопасности статус данной структуры власти изменился с консультативно-совещательного органа на конституционный и закрепил пожизненное председательство за Назарбаевым. Стоит обратить внимание на некоторые важные пункты вышеупомянутого закона. Так, например, третий пункт первой статьи гласит, состав Совета Безопасности формируется президентом Республики Казахстан по согласованию с председателем Совета Безопасности. В шестом пункте шестой статьи говорится, решения Совета Безопасности и председателя Совета Безопасности являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению государственными органами, организациями и должностными лицами Республики Казахстан. Наблюдатели отмечают, что таким образом Нурсултан Назарбаев оставил за собой право управлять страной и в будущем. На оставшийся срок в должность президента в соответствии с Конституцией Казахстана вступил председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым Жомарт Такаев. 20 марта исполняющий обязанности президента выдвинул на пост главы Сената Парламента Даригу Назарбаеву, старшую дочь уже бывшего президента, которую единогласно 44 голосами выбрали председателем Сената. По мнению экспертов, Дарига является преемницей Назарбаева на пост президента Казахстана. Я думаю, что Назарбаев будет определять все основные моменты, связанные с внешней и внутренней политикой, с экономией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова